Мы духовно бедные люди. Если измерять американцев мировыми и историческими мерками, то мы самые богатые. Правда состоит в том, что богатство не спасет нас. Мы надменные и высокомерные. Мы гордые. Бог спасает нас. Он избавляет нас. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Разочарование, проблемы, вызовы, страх. Каким бы неприятным все это ни казалось, я считаю, что бог может использовать это на благо нам. Мы можем стать сильнее, внимательнее, чувствительнее к Духу Божьему в 20-м году. Мы можем перенастроить наши сердца на цели Божьей и то, что враг использовал, дабы разрушить нас, Бог использует для того, чтобы мы принесли плод и получили лучшее будущее. Я молюсь об этом для вас и себя. Я уделяю много времени и сил на разговор с Господом о том, как исполнить все это. И именно об этом мы и будем говорить сегодня. Как нам сотрудничать с Господом, чтобы пройти этот сезон нестабильности и использовать возможности по максимуму. Иисус сделал это много раз. Когда ему угрожала буря, он обратился к ветру и волнам, и его ученики по-новому поверили в него. Когда неожиданно умер его друг Лазарь, Иисус воскресил его из мертвых. Это изменило весь тон его служения в Иерусалиме. Я верю, что 20-й год станет годом трансформации для вас и меня. Приятного просмотра. Одна сестра работала с нами в церкви давно. Она делала уборку. Я знал ее и ее мужа с детства. Однажды она сказала, что ей установят бассейн. Она очень подробно описала мне этот бассейн. Она говорила долго. Пока я слушал, ко мне пришла мысль, как им это удалось. У ее мужа было скромное жалование. И вот я подумал. Мне нужно научиться тратить деньги мудро. Каждый день она говорила о бассейне. Ее машина сломалась. И я довез ее. Она предложила посмотреть на бассейн. Я прошел с ней во двор. Это был надувной бассейн диаметром в 3 метра для детей. Она радовалась этому бассейну больше, чем если бы я радовался роскошному, экзотическому бассейну, который я обычно показываю по телевидению. Так что будьте довольными. Учись быть довольным. Откажитесь покупать ненужные вещи, и это поможет вашим детям научиться довольства. Итак, недостаток довольства приводит к желанию иметь еще больше. Это ненасытность. Она пожирает вас. Она настойчива и начинает требовать от вас. У меня есть право на это. Я заслуживаю большего. У соседа этого больше, чем у меня. Это пожирает нас. Не смотри на то, чего у тебя нет. Благочестие и довольство. Павел пишет так. Тех, кто богат в этом мире, учи не заноситься и надеяться на богатство. Богатство не дает будущего. Павел сказал так. Пусть надеются на Бога, который обогащает нас обильно для наслаждения. Молитесь так. Бог, прости меня за то, что я считал, что богатство этой страны обезопасят мое будущее и будущее моих потомков. Прости меня за то, что я считал, что у меня есть право на что-то. Прости меня за то, что я уступил недовольству. Бог избавляет нас. Уолл-стрит не избавит вас никогда. Поймите, что это старое испытание. Это испытание старо. Как наша цивилизация, оно приходит из сердца, и оно не от Бога. Оно является причиной нашего духовного сна. Мы не знаем, что с нами. Вы спите, и волосы взъерошены. Вы спите, и у вас несвежее дыхание. На вашей рубашке есть складки. Вам все равно. Надеюсь, вы не пришли в церковь, чтобы спать. Если это так, то мы сохраняем дистанцию между собой. Это не новое событие. Мы отдалились от Бога и спим. Мы не видели состояние своего сердца. Аввакум пишет. От этого закон потерял силу, и суда нет. Нечестивая долевает праведного. Поэтому суд происходит превратный. Исайя сказал, если захотите и послушаетесь, то вкусите благо земли. Если будете упорствовать, то меч пожрет вас. Пророк Исайя обращается к народу Бога, с которым он вступил в завет. Как сделалась блудница и верная столица. В ней было правосудие. И правда обитала в ней, а теперь в ней живут убийцы. Виноградник Господа Саваопа есть дом Израилев. И мужи Иуды, любимое насаждение его. Бог говорит, это мой народ. Я заботился. Я сторожил. Я сам пас его. И ждал он правосудия. Но вот кровопролитие. Ждал. Правда. И вот вопль. Послушайте меня. Увы, жестокие сердца, далекие от правды. Он обращается к тем, с кем Бог вступил в завет. Бог говорит к современной церкви, к людям, рожденным свыше. Пророк описывает людей, называя их нечестивыми. Иудеи той эпохи извратили всякое правосудие. Они противостоят Богу и бунтуют. Это убийцы, пролившие кровь. Они живут в угнетении. Готовы ли мы с вами увидеть то, что все беды пришли из-за греха в нашем сердце. Мы заснули. Мы не жили праведно. Грех отвлек нас. Мы поклоняемся равнодушно. Мы не хотим вставать во время прославления. Христиане творят массу грехов в нашем обществе. Наше сердце отошло от Господа. Нас постоянно осуждают за все. Мы не участвовали в явных проявлениях греха, которые осуждались в наших общинах, но наши сердца отошли от Господа. Слава Богу за его милость. Мы видим чудесное обетование у пророков. Иеремия 5 глава 1 стих говорит, «Походите по улицам Иерусалима и посмотрите, и разведайте, и поищите на площадях его». Это указание от Бога. «Не найдете ли человека, нет ли соблюдающего правду, ищущего истину? Я пощадил бы Иерусалим». Нечестие не обладало силой, способной уничтожиться Иерусалим. Бог сказал, «Я обратил свое внимание на этот город». Разрушение могло прийти туда лишь из-за состояния сердец его народа. Бог сказал, «Если вы найдете одного человека, который поступает по правде, я дарую прощение городу». Мы видим этот принцип много раз в Писании. Скорее всего, вы слышали о нем благодаря Содому и Гаморе. Нечестие этих городов было настолько ужасным, что оно привлекло внимание Бога. Но он говорит Аврааму, «Если там будет 10 справедников, я проявлю милость этим городам». Содом и Гамора не были уничтожены из-за нечестия сердец его жителей, а из-за нехватки праведности. Не бойтесь нечестия. Не бойтесь аморальности. Смиритесь перед Богом. Бог есть Бог милости. Влияние праведности приносит благословение Божие и освобождение отсюда. В книге Иезекииля, 22 главе, 30 стихе, Бог говорит, «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не побубил ее». Бог говорит, «Я изучаю землю, ищу своих людей». К сожалению, у Иезекииля он говорит, «Но не нашел». И так и залью на них негодование мое. Бог любит являть милость. Что нам делать во времена дезинформации, пропаганды, смятения, страха, вызовов и возможностей, которых не видели раньше? Как нам хранить наши сердца и умы? Поймите, до того, как битва придет в наше тело, она начинает бушевать у нас в уме. Битва идет в ваших мыслях и эмоциях. Друзья, когда мы только увидели эти принципы и идеи в начале марта, мы думали, что пройдет две-три недели, и мы снова вернемся к норме. Эти две недели затянулись. Кто бы думал? Весь мир устал и замучился. Ох. Но, друзья мои, это не оправдание. Мы не можем отвлекаться. Мы не можем говорить, «Это все ерунда». Нет, это не ерунда. Что-то там да происходит. Идет битва за наши сердца и души, за души нашей страны, которая намного значимее коронавируса. И как бы мне не хотелось щелкнуть пальцами и оказаться в другом месте, мы должны закончить с этим. Так что же нам делать? Я хочу показать вам одну составляющую. Это духовный конфликт. И признание духовных сил важно. Мы должны знать, как участвовать во всем этом. Люди много слышали о гигиене в этом году. Мы моем руки так часто, как никогда ранее в своей жизни. Мы получили много уроков, которые помогут нам в будущем. Но есть духовный принцип, который мы недооценивали. И это сила благодарности. Я хочу дать вам несколько стихов. Филиппицам 4 глава 6 стих гласит, «Не забудьте с ни о чем, навсегда в молитве и прошении, с благодарением. Открывайте свои желания пред Богом. Если вы будете поступать так, то для вас есть обетование. И мир Божий, который превыше всякого ума, он выше вашего интеллекта. Есть мир, который вы не сможете объяснить, почему ты не паникуешь. Я не могу объяснить этого. Просто я в мире. Я доволен. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления, ваши во Христе и Иисусе. Где поле битвы? У нас в голове, в эмоциях. Мы все это знаем. Мы все переживали это. Так каково же решение? Всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И вы получите мир, который выше вашего понимания. Псалом 106, 1 стих, «Славьте Господа, ибо благ Он, ибо вовек милости Его». Тогда скажут избавленные Господом. Используйте свои слова для чего-то, кроме жалоб, злости или враждебности. Тогда скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага. Господь благ, Его любовь вовеки. Мы должны сказать это вместе. Скажите со мной на счет три. Господь благ, Его любовь вовеки. Раз, два, три. Господь благ, Его любовь вовеки. Очень посредственно. Вы произнесли это сейчас. Давайте скажем первую фразу, «Господь благ» на три. Раз, два, три. А теперь вторую часть, Его любовь вовеки. Раз, два, три. Вот так. Мы сделаем это. Есть библейские примеры, которые известны вам. Я не буду рассматривать детали. В Деяниях 16 главе Павел и Сила оказались в тюрьме Филиппа. Они там не потому, что грабили магазины. Они там потому, что провозглашали Евангелие и помогали людям освободиться от духовных оков. Но возник бунт. Его организовали не торговцы, а нечестивые духи. Они воплотили его в реальность через людей. Но битва там была не против крови и плоти. Сказано, что в полночь Павел и Силы молились и пели Богу. Другие заключенные слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. В тот час отворились все двери, и у всех узы ослабели. Бог отправил ангела, чтобы освободить их. Они не жаловались и не ворчали, не критиковали филиппийцев. Они не жаловались на то, что Павел неправильно увидел видение от Господа, и они оказались в тюрьме. Они пели и благодарили Господа, поклонялись Господу. Друзья, есть сила в том, чтобы находить вещи, за которые мы могли быть благодарны. Их обстоятельства были неприятными. Их побили. Их публично унизили. Это подорвало их деятельность в городе. Их обстоятельства были ужасными. Они страдали телесно, но они все равно поклонялись Господу. Готовы ли мы стать такой церковью? Мы будем поклоняться Ему на улице и в помещении, на расстоянии. Будем использовать много комнат. Мы воспринимали все неправильно. Я хочу сидеть на своем месте и парковаться на своей точке. Приходить, когда хочу. Можно мне кофе с такой температурой, как я люблю? Мне нужно, чтобы мне доставляли конспект с местами и переводами, которые я люблю читать. Ведь в противном случае я скажу, что помазание ушло. Я могу согласиться с тем, что помазание ушло. Но это связано не только с тем, что мы перечислили. Нам есть за что благодариться. Мы были благословенны. Иисус пришел к гробу Лазаря. Вы знаете эту историю. Лазарь умер так давно, что уже смерть дел. Но Иисус велел открыть гроб, несмотря на протест родных. Это есть давление. Если были непростые условия для служения, то именно тогда Иисус говорит открыть гроб, а родные говорят, «Господи, это плохая идея». Никто не был наполнен верой и ожиданием. «Господи, это плохая идея». Я знаю, что ты пропустил церемонию и опоздал, но это плохая идея. Все равно откройте гроб. Если бы я планировал это событие, то у нас была бы группа прославления, хор, мы бы поклонялись полтора часа до этого. Мы бы постились 11-12 недель. Мне кажется, что это непростое дело. Откройте гроб. А потом Иисус говорит нечто. «Отче, спасибо, что ты слышишь меня». «Спасибо, что ты слышишь меня». Его не отвлекал запах или нехватка веры, или друзья, которые не понимали, как и ученики. «Отче, спасибо, что слышишь меня». Что если бы мы с вами начали практиковать то же самое? Мои обстоятельства воняют. Мои друзья не имеют веры. Я не совсем понимаю время. Спасибо, что присматриваешь за мной. Я славлю тебя за это. Мы имеем силу, чтобы делать это. Это никак не связано с выборами или политикам. Это не связано с CDC или ВАОС или АБВГД. Все это связано с состоянием нашего сердца. Когда мы начинаем обращать свои сердца к Господу и говорить, «Боже, будь милостив к нам. Боже, будь милостив к нам». Давайте посмотрим 33-й псалом, 2-й стих. «Благословлю Господа во всякое время. Хвала Ему непрестанно в устах моих». Ефесиным. Далее, 5-я глава, 20-й стих. «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Первое послание Фессалоники, 5-я глава. «Всегда радуйтесь». Вот это да. Я могу радоваться иногда. «Всегда радуйтесь». «Непрестанно молитесь. За все благодарите. Ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. Благодарите в любых условиях». Там не сказано «благодарите за все обстоятельства». Я не благодарен за некоторые условия и хотел бы, чтобы они ушли. Но среди всех условий я могу быть благодарен Господу. У нас есть задание. Готовы ли мы благодарить Господа? Вы можете сделать это. Вопрос не в том, как давно вы ходите с Господом, как хорошо вы знаете еврит или греческий язык. Это не связано, насколько вы начитаны, из какой вы традиции. Мы должны обратить свои сердца к Господу. Он наш обеспечитель, наш защитник, наш освободитель. Только через кровь Иисуса Христа мы можем получить прощение, очищение, искупление, оправдание, освящение. Нам есть за что благодарить. Наши условия могут быть неприятными, некомфортными. Траектория года может быть не такой, как мы представляли. Возможно, нам не нравятся дебаты или токсические условия вокруг нас. Но мы можем благодарить Господа. Это наш выбор. Он начинается с нашей воли, а не эмоций. Я говорю разуму, замолчи и стань в строй. Мы знаем, как делать это. Если вы делали зарядку, то знаете, что это такое. Если вы хотите пробежать милю, то в начале пути ваше тело начинает жаловаться. А если вы будете настойчивы, оно будет жаловаться еще громче. Я знаю, что некоторые из вас любят бегать. Мы прощаем вас. Вы просто странные. Если в какой-то сфере своей жизни вы решили проявить дисциплину, вы столкнетесь с жалобами. Если вы решили изменить свои привычки в питании и начать питаться здоровее, вы сразу же ощущаете голод. Многие из нас поступали так. Завтра я начну питаться здоровее. Так что сегодня я оторвусь, чтобы хорошенько подготовиться пиццам. Мороженое. Сырные палочки. Снова мороженое. Мне тяжело поддерживать баланс между сладким и соленым. Еще кусочек пиццы. Еще немного колы. Завтра. О, завтра. А потом вы просыпаетесь, и вы подавлены. Я забыл, что у меня встреча на завтрак. Будет некрасиво не есть. Каждый раз, когда вы выбираете путь дисциплины, вы сталкиваетесь с вызовами. И вам нужно делать выбор в пользу дисциплины. То же самое касается и вашей духовной жизни. Это не связано с вашими чувствами или обстоятельствами. Я прошу вас начать сознательно каждый день, много раз на протяжении дня. Использовать свой голос для того, чтобы благодарить Господа. Пусть это будет частью вашего разговора. «Как дела?» «Господь благословил меня. Как чувствуешь себя сегодня?» «Я благодарен?» «А каков твой план на сегодня?» «Идти в Божьей заботе. Пусть ваши слова начнут выражать отношения. Благодарности Господу». Перестаньте говорить о всякой ерунде. Вы можете говорить об этом, пока у вас не сядет голос, но ничего не изменится. У меня есть псалом, и я хочу закончить на этом. После этого я дам вам небольшое задание. Это 117-й псалом, мы прочитаем 9 стихов. Я прочитаю свою часть, но у вас тоже есть слова. Они из псалма. Я немного адаптировал их. Ваши слова звучат так. «Ибо вовек милость его». «Ибо вовек милость его». Это ваши слова. И когда я буду указывать на вас, вы будете читать свою часть. «Мы на улице, так что кричите погромче». Не так вот, знаете, «Ибо вовек милость его ода». Вы знаете свои слова. На три. Раз, два, три. Хорошо, мы будем провозглашать это перед Господом. Я хочу, чтобы вы поднялись на ноги. Это 117-й псалом. Можете проверить меня позже. «Славьте Господа, ибо Он благ». Доскажут Израиль. Доскажут дом Ааронов. Доскажут боящиеся Господа. «Из тесноты возвал я Господу, и услышал меня, и освободил меня». Господь за меня не устрашусь. «Что сделает мне человек?» Господь мне помощник. «Буду смотреть на врагов моих смело». «Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека». «Аминь». И последнее, так что давайте с энтузиазмом. «Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей». «Аминь». Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборо. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Субтитры создавал DimaTorzok Христианство больше всех повлияло на формирование ценностей и путей нашей страны. Я верю, что благодаря нашей вере мы получили невероятное благословение Божие. Наша страна несовершенна. Но если мы отложим ценности, которые стали началом наших свобод, то свобод не останется. Наша страна оказалась на перепуте. Вскоре нам придется выбрать направление, и вопрос не в выборах. Я верю, что впереди нас ожидает событие, такое же важное, как Геттисберг. Нам нужен Божий взгляд. Вызов, с которым мы столкнулись, не связан с грехом нечестивых. Он связан с безразличием верных. Нам нужно изменить наши сердца. Я поделился некоторыми уроками с нашей церковью, и хочу поделиться этим с вами. Мы выдали книгу «Боже, благослови Америку снова». Нет никаких сомнений в том, что Бог благословил эту страну. Он создал нас и поддерживает нас. Но наше место в будущем больше связано с сердцами народа Божьего, чем с политиками. Нам нужна пророческая перспектива от Бога прямо сейчас. Пожертвовав сегодня, вы получите диск с проповедями пастора Аллана, в которых говорится о том, что нужно для исцеления нашей страны. А тот, кто пожертвует 25 долларов или больше, получит его новую книгу. «Боже, благослови Америку снова». Жертвуйте сегодня по номеру, который видите на экране или на нашем сайте. Церковь, мы продолжаем двигаться вперед, мы проводим служение. Наша церковь жива. Мы хотим, чтобы вы были с нами. Мы не могли приходить с марта. Сегодня мы впервые здесь, и мы очень рады быть сегодня здесь. Это ободряет, потому что ты видишь, что мы можем быть вместе. Это здорово. Когда я услышала о ковид, то не испугалась. У меня есть Бог, и я ничего не боюсь. Совершенно ничего. Я призываю людей приходить встречаться, общаться, быть частью тела Христова. Не верьте лжи, что вы можете быть сами. Это совершенно не так. Жизнь чудесна. Возвращайтесь. Приходите в церковь снова. Приглашайте своих друзей и родных. Это будет чудесное время. Надеемся увидеться с вами. Субтитры сделал DimaTorzok